Привет, я Анна Немалякина, в эфире программа «Дайджест» на портале «Москва.Баку». Сейчас расскажем самые интересные новости из мира культуры, шоу-бизнеса и не только, которые произошли в России и Азербайджане за эту неделю, сегодня в нашем выпуске. Предупредил поклонников. Еще один известный азербайджанец заболел коронавирусом. Почему в этом году «Жары» не будет? Организаторы раскрыли главную причину. И во весь голос возвращается и приглашает талантливых азербайджанских музыкантов. Обо всем подробнее расскажем далее. Певец и бизнесмен, один из основателей международного музыкального фестиваля «Жара» в Баку, Эмин Игаларов рассказал о причинах отмены фестиваля в этом году. Помимо того, что главной причиной является пандемия коронавируса и нежелание подвергнуть риску здоровья людей, Агаларов пояснил, что в условиях ограничений фестиваль не мог бы стать полноценной «Жарой» и зрители не могли бы почувствовать всю энергетику, которой он прославился среди музыкальных событий. Как отметил Эмин, в юбилейном фестивале в концертной программе планировали принять участие порядка 300 артистов. Если фестиваль проводить с компромиссом, это было бы не «Жарой», уверен организатор музыкального события. Поэтому Эмин принял решение перенести фестиваль на следующий год, чтобы сделать его еще более грандиозным. Кстати, в данный момент на курорте «Се Бриз» на берегу Каспия, где ежегодно и проводится фестиваль, ведется масштабное строительство. Эмин часто показывает в своих сториз, как идут дела на стройплощадке в режиме реального времени. Планируется, что к 2021 году курорт станет еще более комфортным и интересным для своих гостей, и, конечно же, для всех тех, кто посещает фестиваль «Жара». Также Эмин коснулся темы своей музыкальной премии «Жара» и рассказал, что вышел из состава ее участников, как это сделал и Григорий Лепс. «Мы на своей премии получать наград не можем, даже если у нас есть супер-хит, который взорвет все радиостанции. Об этой неловкости, даже в качестве просто выступающего, я не думаю», – подчеркнул он. На этой неделе экс-жена Эмина Галарова, Алена Гаврилова, снова невольно подтвердила, что переживает непростые времена. После того, как в мае, в разгар самоизоляции, Эмин объявил о том, что их союз распался, чувствовалось, что Алена сильно переживает. Иногда она делилась в Instagram Stories с довольно депрессивными постами об отношениях. В них говорит сам на том, что нужно просто быть и любить себя. «Все катится в бездну, я знаю, как себя спасти, но потом, пока рано», – недавно написала девушка. Кроме того, Алена выложила в Instagram фото с человеком, по ее признанию, благодаря которому смогла выйти из своего панциря и быстро отойти от тяжелого расставания с супругом. Ею оказалась сестра Олеся. Ранее Гаврилова рассказала, что сейчас вместе с дочкой Афиной они живут вместе, а Эмин часто видится с малышкой. В недавнем интервью он сообщил, что маленькая Афина будет после развода жить с мамой. Исполнитель пообещал обеспечить свою бывшую жену и дочку всем необходимым, чтобы они находились в комфортных условиях. При этом он собирается навещать их каждый день. У генерального продюсера радиостанции «Жара-ФМ» российского исполнителя азербайджанского происхождения Бахти выявили коронавирус. Об этом он сообщил в сторис на своей странице в Instagram. Друзья, всем привет. Сегодня у меня диагностировали двустороннюю пневмонию. Коронавирус добрался и до меня. Я бы не стал поговорить об этом публично. Мне совсем не нравится, когда так делают. Но, к сожалению, последнюю неделю, последние дни я контактировал с большим количеством людей. И постарался по максимуму всех предупредить. Но понимаю, что кого-то точно упустил. Во-первых. Во-вторых, я вчера был в гипермаркете, и ко мне подходило сфотографироваться несколько человек. Все они были в масках, но перед тем, как сделать фотографии, все они снимали маски. Поэтому я не знаю, как достучаться до этих людей, иначе как попробовать сделать это вот таким образом. В целом, все будет отлично. Переживать за меня не стоит. Я крепкий. У меня есть очень хорошие друзья-врачи. Все будет отлично. Главное – берегите себя, не болейте. Если вы со мной контактировали, обязательно будьте вдвойне бдительны. Отметим, что коронавирус не обошел многих звезд. Так, на этой неделе стало известно, что певицу и регулярную участницу фестиваля «Жара в Баку» на Ниту Цой госпитализировались с COVID-19. Ранее о том, что переболели коронавирусом, сообщали именно Галаров, Стас Михайлов, историк моды Александр Васильев и многие другие. А сейчас коротко расскажем, что еще интересного произошло в России и Азербайджане. 3 июля день рождения отметила вице-президент фонда Гидара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения «Айдея» международного диалога во имя охраны окружающей среды, благотворительница, художница и поэтесса Лейла Алиева. На своей странице в Инстаграм она поблагодарила своих фолловеров за теплые и искренние поздравления. «Огромная благодарность всем за поздравления. Посылаю вам свое сердце и любовь. Желаю каждому крепкого здоровья, сил и терпения. Пусть Бог хранит нашу родину и весь мир», – написала она. Лейла Алиева – народная любимица в Азербайджане. И, как отмечают те, кто знаком с вице-президентом фонда Гидара Алиева, все благодаря ее доброму и чуткому сердцу. Лейла Алиева регулярно встречается с нуждающимися в особой заботе детьми, ведет активную работу по защите природы, занимается проблемой заботы о животных и в целом продвигает идею мира, добра и особого внимания к тем, кто не может защитить себя сам. Кроме того, свои идеи она отражает в современном искусстве, в основе философские темы, внутренний мир человека и защита природы. Лейлу Алиеву поздравили и ее многочисленные российские друзья. Продюсер Максим Фадеев похудел на 100 килограммов. Сенсационное фото, шокирующее фолловеров, продюсер опубликовал в своем инстаграме. Подписчики поразились изменениями во внешности продюсера и похвалили его за силу воли и характер. Уже через пару недель он пообещал поделиться своей методикой похудения. Фадеев записал видео для всех неравнодушных к его истории людей и призвал не верить в новомодные диеты, а ориентироваться на свое самочувствие и поход к врачу. Не надо спорить, просто дождитесь тех, кто хочет, дождитесь моей диеты. Я скоро, я в течение двух недель это все сделаю. Вот. И возможно, ну это не факт, но возможно мы все-таки будем проводить тренинги, я буду читать лекции для людей, которые зависимы от еды. На самом деле это так просто от нее отказаться вообще. И вы откажетесь. Увидите. В прошлом выпуске мы рассказывали, что телеведущая Ксения Собчак сломала нос, после чего оказалась в больнице. Ситуация вызвала бурное обсуждение. После этого Собчак оказалась в центре внимания еще одного скандала. Телеведущая и ее съемочная группа приехали в Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области. Они собирались снять материал о схии гумени Сергии и избиении в монастыре детей. Однако на территорию монастыря съемочную группу не пускали. Словесная потасовка переросла в физическую. Режиссеру Собчак сломали лучевую кость, а сама телеведущая в результате драки упала и сильно ударилась. Собчак написала заявление в полицию и пообещала довести дело до конца. И еще об одном громком скандале. Актер Михаил Ефремов в пятницу заявил о невиновности в совершении ДТП, в котором погиб человек. С таким утверждением выступил его адвокат Эльман Пашаев. Пашаев не стал уточнять, где и при каких обстоятельствах актер заявил об отсутствии своей вины. То есть данное преступление он не совершал, добавил адвокат. Более подробно ничего пояснять не буду. Это преждевременно, уточнил он. В сети такие высказывания актера и его адвоката подвергли резкой критике. Сразу после ДТП Ефремов говорил, что вину признает и понесет наказание. Напомним, 8 июня Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного и, как утверждает следствие, наркотического опьянения, устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа. Шоумен и актер Бахрам Багирзаде медленно, но верно идет на поправку. Он вышел из комы и врачи следят за его состоянием. Его поддерживают коллеги по команде парни из Баку, Ильчин Азизов и Мурат Дадашев. Через портал Москва-Баку они пожелали ему скорейшего выздоровления и как можно быстрее прийти в форму после болезни. Также на нашем портале вышло интервью супруги Бахрама Багирзаде, Шахлы Багирзаде. Она пообещала, что обязательно расскажет ему, что как в России, так и на родине за него переживает огромное количество людей. Музыкант и участник шоу «Голос» Эмиль Кадыров объявил о кастинге молодых азербайджанских исполнителей от 7 до 17 лет в международный телевизионный конкурс «Во весь голос». Шоу проходит на телеканале «Мир 24». Главный продюсер конкурса Лина Арифулина. Съемки пройдут в сентябре. Напомним, что конкурс «Во весь голос» – это международный музыкальный телевизионный проект, в котором принимают участие команды из талантливых подростков от 12 до 17 лет из 10 стран, включая Азербайджан, Россию, Армению, Израиль, Германию и другие страны. Во втором сезоне шоу команда Азербайджана одержала победу в музыкальном проекте. В ее состав вошли юные исполнители, а наставником команды стал певец и участник телепроекта «Голос» Эмиль Кадыров. Пандемия коронавируса сильно повлияла на жизнь многих людей, в том числе и на жизнь российских звезд. Многие потеряли бизнес, кто-то ушел в творческий кризис. Певица и заслуженная артистка России Наташа Королева рассказала порталу «Москва.Баку», как изменилась ее жизнь после пандемии, планирует ли она в этом году гастроли и почему она считает себя народной артисткой «Баку». Действительно прекрасный праздник, праздник музыки, песни, массу положительных эмоций. И вообще я люблю город Баку. Одно время я ездила туда часто и считаю себя просто народной артисткой «Баку», так как меня приглашали часто, принимали гостеприимно. Егор Крид и Нюша, которые в 2014 году состояли в отношениях, выпустили совместный клип. После расставания артисты долгое время не общались, но музыкант в итоге публично извинился перед бывшей возлюбленной и предложил записать ей трек «Мистер и миссис Смит», который вышел на альбоме Егора Крида 58. В ней поется о паре, которая живет разными жизнями. Каждый идет своей дорогой, поэтому они не могут быть вместе. Судя по всему, вдохновением для трека послужил личный опыт звезд. Клип снят по всем правилам самоизоляции. Видео представляет собой записи экрана смартфона. Егор и Нюша появляются в разных образах, созваниваются, переписываются, ведут прямые эфиры и публикуют сториз. На сегодня это все. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Москва Баку на ютубе, чтобы не пропустить новые интервью со звёздами, репортажи с кинопремьер и не только. Также все интервью и новости читайте на нашем портале, ссылка в описании. Увидимся через неделю! Субтитры сделал DimaTorzok